На центральных улицах города прошел благотворительный забег. Его организовали активисты «Мелодии добрых дел». Эта организация уже больше года успешно помогает людям, которые нуждаются в поддержке. Будь то особенные дети или одинокие пенсионеры. А в этот раз удалось собрать средства на реабилитацию ребенка с ДЦП. Екатерина Лазарева продолжит. Энергичные, спортивные, а главное готовые помогать. Даже утром выходного дня они не смогли остаться дома и пришли во Владимирский сад. Отсюда стартует благотворительный забег «Мелодии добрых дел». Здесь важен не столько личный результат, сколько вклад команды. Ведь все собранные деньги за символическую регистрацию на дистанцию отправятся детям с заболеваниями ДЦП и нарушением опорно-двигательных функций. Но сперва разминка. Подзажигательные ритмы участники настраиваются на забег. Дети от 6 лет смогли пробежать отрезок в 300 метров или 1 километр. Для подростков от 16 лет – 5 километров. А самую сложную дистанцию в два раза больше предложили осилить взрослым. Мне очень все понравилось. Дистанция сегодня потрясающая. Погода классная. Очень много участников было. Прям здорово. Большое спасибо за организацию таких полезных мероприятий. Пусть наша помощь деткам будет ощутимой, весомой. Сегодня пришло очень много людей. Это люди, которые поддерживают и любят спорт. Очень радуют, что много семей пришли с детьми. Это вдохновляет других. Благотворительный забег – это еще один масштабный проект из десятка направлений, которыми занимается «Мелодия добрых дел». Активисты организации собирают игрушки для процедурных кабинетов, поздравляют пожилых людей в домах престарелых, проводят кулинарные мастер-классы для детей-сирот и даже помогают мамочкам особенных ребят отвлечься от рутины, устраивают сессии с психологом и занятия йогой. Забег также получил поддержку неравнодушных ульяновцев, а значит, есть шанс, что он станет традиционным. Организаторы наградили участников медалями и разыграли призы от спонсоров. Усилием неравнодушных ульяновцев удалось собрать больше 65 тысяч рублей. А это значит, что адресную помощь получит еще один ребенок, нуждающийся в реабилитации. Екатерина Лазарева, Вести, Ульяновск.